Продолжение следует Девушка не за собственный комфорт, а за сохранность экспонатов музея Вячеслава Сахнова, имя которого носит школа. Примерно лет пять назад в кабинете музея проводились уроки для старшей школы и по каким-то особым случаям, то есть довольно редко. Сейчас же в кабинет музея проводятся как уроки для старшей школы, так и для начальной, что в принципе, я считаю, не есть хорошо, потому что это экспонаты, которые бы хотелось сохранить. Очевидно, что проблема с недостатком пространства касается не только музея, но и всех остальных классных комнат. Сегодня в школе проходят обучение 1542 учащихся, 300 из которых занимаются во вторую смену. Стройка для школы, для нашей, это такое особенно важное событие, потому что школа наша за последние годы сильно расширилась, ну, в плане количества учащихся, и, по моему мнению, немного даже в школе стало тесно. Стройка, безусловно, нужна, так как у нас школа маленькая, детей с каждым годом все больше, причем именно первоклассников, которых тоже где-то надо размещать. Из-за этого мы в школу позже приходим, заканчиваем позже, все-таки будет удобно, если всех разместят новой пристройки. У нас очень много проходит мероприятий разных, военно-патриотическая песня, ну, разные конкурсы с военной тематикой связаны. То, что будет отдельный актовый зал, это очень большой плюс для нас. Пристройка, рассчитанная на 400 мест, позволит не только полностью ликвидировать в учебном заведении вторую смену, но и вывести учебный процесс на качественно новый уровень. В новом здании, площадь которого в полтора раза больше существующей школы, разместится полноценный пищеблок с большой столовой и спортивный зал, размеры которого троекратно превышают габариты существующего, просторные светлые классы. Дополнительные помещения нам позволят организовать здесь систему дополнительного образования в рамках образовательного учреждения и позволят решить нам вопрос с IT-технологиями, 3D-моделированиями, ну и какие-то современные другие направления, которые сейчас актуально востребованы. Несмотря на то, что сейчас строительная площадка с трудом дает представление о том здании, которое здесь появится уже через несколько месяцев, работа здесь проведена без преувеличения колоссальная. Демонтированы старая столовая и спортивный зал, перенесены проходящие под территорией школы инженерные сети, вырыт котлован, в процессе создания которого строителям пришлось вывести более 700 нагруженных камазов земли. Сейчас завершаются работы по отливке фундамента. Вот эта конструкция перед нами, что это такое, что находится под ней, что будет дальше с ней происходить? На самом деле все просто. Был разработан котлован, дно котлована оттрамбовано, потом произведена была подсыпка песчаного основания глубиной до 20 сантиметров, далее произведена подбетонная подготовка величиной 100 миллиметров, после этого происходит гидроизоляция подбетонной подготовки, после этого укладывается, как мы видим с вами, защита гидроизоляции, так называемый плантор. Далее верхняя и нижняя сетка арматуры, связанная между собой, и между нее установлен металлический каркас. Ну и, соответственно, вся конструкция будет залита бетоном. Высота бетонного основания составляет 500 миллиметров. В планах строителей уже к сентябрю полностью собрать каркас и закрыть контур здания. Затем будут выполнены инженерные и отделочные работы. Заключительным же этапом станет благоустройство окружающей территории. В общей сложности работы предстоит провести на площади порядка 10 тысяч квадратных метров, где разместят новое спортивное ядро, беговые дорожки, полосу препятствий. В школе появится собственный учебный тепличный комплекс, площадки для подвижных игр, зоны отдыха. Напомним, что пристройка к школе номер 6 стала одним из 50 зданий образовательных учреждений, заложенных в Московской области в прошлом году в рамках президентского проекта «Современная школа». Важно, что все работы выполняются при строгом соблюдении рекомендаций Министерства образования и Министерства здравоохранения Московской области в тесном сотрудничестве с руководством школы и администрации города.